Война никогда не меняется, а вот Калибр меняет правила игры и превращает обычные пострелушки в мозговой штурм 4х4. Если ты любишь тактику и продуманные спецоперации, сражайся в новом пвп режиме взлом и получай жетоны, которые можно потратить на крутые награды, в том числе и на штурмовика с позывным Плут. Регистрируйся по ссылке в описании и получи неделю премиума и 25 тысяч кредитов после первых боев на покупку нового оперативника. Не пропусти увлекательный шутер. Заходи в Калибр. Всех приветствую, друзья. Сегодня я решил разобрать просто шикарнейшую игру Dead Space 2. Мало кто ее поросил, но она мне так запала в душу, что не разобрать я ее просто не мог. Насчет локализации. Да, я знаю о существовании русской озвучки, но она неофициальная и сделана фанатами, так что подобное использовать будет немного рискованно по части диалогов. Сама игра это не просто пострелушка в космосе против зомбей. Это интересный сюжет, который рассказывает о могущественном артефакте, влияющем на живых и неживых. Цель артефакта это превратить всех в некроморфов. Главный герой Айзек, который как всегда все разруливает, но ему мешают видения с его погибшей девушкой. И Айзеку приходится сражаться не только физически, но и ментально, с самим собой. Ну что ж, приступим. Правительство Земли идиоты. Они уже один раз в 2300-м попробовали создать обелиск на Эгиде-7, из-за него была вспышка некроморфов и исследование обелиска закрыли. В 2500-м правительство Земли снова узнает о забытом обелиске на Эгиде-7 и снова решают использовать его в качестве источника энергии, будто позабыв, что сделал обелиск при первом изучении. На одни и те же грабли, господи. Или у правительства Земли нету никаких секретных архивов о прошлом? Сомневаюсь. Непонятно, как Франко умудрился добраться до Айзека через араву некроморфов без какого-либо оружия. Сзади мы отчетливо видим пол, а заразители передвигаются по полу. Но перед нападением на Франко никакой заразитель сзади не проходил. Айзек башкой вырубил новоиспеченного некроморфа. Теперь я верю, что он избранный. Клишированное спасение. Максимально клишированное. Непонятно, зачем Айзеку в смирительной рубашке на спине предназначен индикатор стазиса. Кого он в таком состоянии будет замедлять? Фантастическая телепортация. Инженер Айзек Кларк доступ разрешен? А какого хрена? Да, какого хрена? Айзек доставлен на Титан с целью быть испытуемым. Над ним ставили эксперименты по созданию обелиска. Но когда Айзек залазит в инженерный, не знаю что это, туннель, станция идентифицирует его как инженера Айзека и разрешает доступ? Зашибись! Хотя я напомню, что начальник станции Тайдман хочет убить Айзека. И поэтому он не стер информацию об Айзеке из базы данных? Идиот, б***ь! Айзек, конечно, крутой инженер, но не до такой же степени, чтобы на коленке за пару секунд из фонаря и тканевого лазера собрать плазменный резак. Глупо было делать на станции механизм, который, чтобы убрать разгерметизацию, требует от вас выстрелить в большую красную кнопку. Я уверен, не каждый человек на станции носит с собой оружие 24 на 7, особенно в медблоке. За все видения с Николь в игре можно снять грех. Каждая из них выполнена реально страшно и атмосферно. Данный полет выглядит довольно странно. Костюм Айзека — это лишь инженерный костюм. У него нет реактивных ботинок или чего-то, позволяющего ему летать. Элементы костюма, как у космонавтов, выпускают воздух или что-то иное, позволяющее им маневрировать в космосе, но точно не летать. Если бы сцена была вместе с гравитацией, то, оттолкнувшись, Айзек бы просто упал. Но здесь показано так, будто гравитации за пределами поезда нет. Тогда почему при попадании в поезд с открытыми дверьми гравитация снова работает? Знаете, что мне непонятно? Каким макаром Стросс умудряется выживать без оружия на станции, кишащей некроморфами? По сюжету мы знаем, что Диана плохая, и ей нужен Айзек, чтобы построить все больше и больше обелисков. Ведь обелиск, фигурирующий в данной части игры, был построен по чертежам и сигналам из головы Айзека и Стросса. Почему Диана очерняет Стросса в глазах Айзека, если Стросс по части создания обелисков из чертежей в голове практически такой же, как Айзек? Логичнее было бы со стороны Дианы стараться заполучить и Айзека, и Стросса. Полностью согласен. Сейчас Айзек заходит в церковь юнитологов. Юнитологи очень важны для сюжета во вселенной игры. Юнитологи изобрели свою веру, юнитологию. Они поклоняются обелиску и всему, что с ним связано. Появилась юнитология после того, как один из ученых, Майкл Альтман, раскрывает общественности факт существования черного обелиска, самого первого обелиска, который обнаружили земляне. Ну и сотни лет религия юнитологии развивалась и получила широкое распространение. К чему я веду? А к тому, что правительство Земли хотело использовать обелиски как мощные источники энергии. А юнитологи видели в обелиске будущее, вечную жизнь после смерти и стремление стать едиными. Как вы понимаете, мотивы по части обелиска у правительства и у юнитологов кардинально отличаются. Так скажите мне, каким Макаром Тайдман, заведующий станцией Титан, а по совместительству и мегаполисом, умудрился допустить появление огромной церкви и вовсе юнитологов на станции, где как раз таки и проводятся исследования обелиска. Да юнитологов и близко не должны были подпускать к станции. А если вы думаете, что правительство никак не может контролировать религию и в целом юнитологов, то я бы поспорил. Ладно бы землю, но правительственную станцию на спутнике Сатурна, где проводятся важнейшие исследования, тут уж знаете, контролировать население мегаполиса на миллион человек вполне можно. Но Тайдман и все остальные благополучно забили на основании церкви на Титане, за что и поплатились. Ведь именно юнитологи ответственны за распространение эпидемии на станции от обелиска. Штурмовик пробивает окно, сразу разгерметизация, но Айзека почему-то не уносит в космос. Опечатка, в субтитрах пропустили пробел. Знаете, что немного ломает атмосферу головоломок? Эти установки с подзарядкой стазиса. Практически везде, где вам необходимо использовать стазис, там же и будет для него зарядка. Эпично, конечно, но откуда у Айзека в руках очутился шприц? С собой он его точно не носил. Скример жесткий, я обосрался. Но я бы влепил грех за удачное стечение обстоятельств. Айзек уже 20 минут бродит по церкви, а когда приблизился к нужной двери, она выходит из строя именно в этот момент. В этих холодильниках спрятаны трупы юнитологов, которые ждут своего перерождения в далеком будущем. Сейчас на станции активен обелиск, а как мы знаем, обелиск на молекулярном уровне воздействует на мертвые ткани, оживляя их и превращая в некроморфов. Вопрос, почему из всех этих холодильников не выбрались уже переродившиеся некроморфы? И сигнал до трупов от обелиска точно доходит, так как далее из пяти холодильников вырываются пять свежеиспеченных некроморфов. Хотя холодильников десятки, и эпидемия началась несколько часов назад. Все некроморфы должны были уже выбраться. Вот это нападение некроморфа в лифте поистине уникально, ведь оно дает понимание, что даже в лифте ты не в безопасности. Далее по сюжету в лифте на вас никто не нападет, но это нападение заставляет тебя в дальнейшем ставить игру на паузу даже в лифте, когда ты тянешься за чайком. И таких моментов в игре полно, игра просто не дает расслабиться. Браво. Почему юнитологи не воткнули Айзеку в шею какой-либо усыпляющий препарат, если их цель это захватить Айзека живым? Нападение аккурат в конце диалога. Какое клише? Штурмовик просто поражает. Что за криворукие пилоты им управляют? Айзек висит на одном месте более 10 секунд. А штурмовик поливает куда угодно, но только не в Айзека. Сержант, по-моему, это, в цель не попал. Клише. Любой огромный монстр вместо быстрого и смертельного нападения решает порычать в эпичной позе. Айзеку очень повезло, что взрыв штурмовика отбросил его в окно, а не в стену. Окно, в которое он врезался, было довольно маленьким. И шансы на то, что траектория Айзека совпадет с окном, были очень малы. Да и в целом, чтобы пробить своей тушкой, хоть и в костюме, стекло, поддерживающее герметизацию, удар должен быть очень неслабым. Но здоровье Айзека на максимуме. Как мы видим, у девушки поехала крыша окончательно. Но как она с поехавшей крышей умудрилась прожить на станции так долго? В итоге умирает она спустя несколько часов после эпидемии и аккурат в момент прихода Айзека. Это совпадение. Только и все. Максимально клишированный и необъяснимый скример. Айзек предпочитает смотреть на голограмму Элли, нежели на саму Элли в трех метрах от себя. Непонятно, зачем Тайдман говорит героям, что именно он отключил питание, тем самым подтолкнув героев на дальнейшие действия. Вообще, весь сюжет я не мог понять границы возможностей Тайдмана. Он вроде как контролирует станцию, может отключать всяческие системы, включать мощнейшие лучи и так далее. Так где предел? Если Тайдман контролирует всю станцию из правительственного сектора, то в чем проблема заблокировать какие-либо важные двери намертво и не дать героям куда-либо попасть? В чем проблема заблокировать все лифты, тем самым не дав Айзеку выбраться наружу и поправить солнечные панели? В чем проблема разгерметизировать или откачать весь воздух из какого-либо сектора, тем самым полностью убрав условия для жизни? В чем проблема, в чем проблема, в чем проблема? Да господи, этих вопросов может быть еще десятки, учитывая все возможности станции. Я правда всему этому не могу найти объяснение. А может быть его и нет. Интересно, почему на Айзека не действует стазис? Хотя было бы интересно на геймплей замедлить самого себя с этих мини-бомб. Посетитель хоть и без допуска, но ему все равно будет доступен инженерный туннель. Странно, что после направления солнечных панелей, которые давно не используются, энергия появляется моментально. Я напомню, станция находится на Титане, спутнике Сатурна, где довольно холодновато, и солнечная энергия, получаемая солнечными батареями отсюда, будет в несколько раз слабее, чем с той же орбиты Земли. Чтобы хватило энергии для запуска чего-либо на станции, времени должно пройти немало. А всяческие зеркала и линзы хоть и ускорят это время, но не так сильно, чтобы все заработало в ту же секунду. А меня, кстати, частенько просят сделать грехи на Dead Space, поэтому возьму на себя смелость пошалить тут немного. Солнце выглядит слишком большим, с орбиты Сатурна оно должно быть в несколько раз меньше. Огнемет работает в космосе, но тут без комментариев. Айзек сейчас может наблюдать корабль Ишимуру, но почему-то не придает этому никакого значения. Учитывая уникальный дизайн корабля и его узнаваемость, Айзек точно должен был обратить на него внимание. Так, все, для любительского камео достаточно. Дуй к себе обратно на канал. Ну и ладно. Продолжим. Не совсем ясно, для чего в солнечном кластере установлено катапультирующее кресло. Не ясно его предназначение, кроме как для ситуации, в которой оказался Айзек. И также для этого устройства не приспособлено никакой посадочной площадки, что делает это кресло еще менее уместным в данном комплексе. Тайдман идиот и решил включить переработку перед Айзеком, а не когда тот залезет внутрь. Ну, пи***ц, серьезно? Чего, простите? А можно еще разок? А что мешает сделать то же самое с Айзеком, чтобы тот не мог воспользоваться ничем на станции? Напомню, станция до сих пор распознает Айзека как квалифицированного инженера. Скажи, что это какая-то еб***ая шутка. У меня на протяжении всей игры возникал вопрос. Почему Элли ходит по станции, кишащей некроморфами, по сути, голая и без какой-либо защиты? Магазинов на станции тонно. Можно ведь купить ей самый дешманский костюм инженера. Причем искать долго не нужно. У Айзека в навигаторе есть прямой путь к ближайшему магазину. Что мешало Айзеку купить для Элли какой-либо костюм? Вообще-то, Айзек в первой части изначально не знал, что Николь мертва. Может быть, предполагал, но точно не знал. В первой части игры было известно, что планетарный потрошитель Ишимуру собираются списать через год. Однако во время событий Dead Space 2, происходящих через три года, Ишимура не только не списан, но и проходит через ряд модификаций. Да, в одном из спин-оффов Dead Space рассказывается, как Ишимура попала на Титан. Но почему корабль не списали, не разобрали, а вовсе модернизировали, я так и не понимаю. Странно. Всю игру Тайдман зачем-то предупреждает героев о своих контрмерах против них. Но сейчас вообще вышел за рамки адекватности. Он вместо того, чтобы ничего не говоря уничтожить вагонетку с героями-излучателем, он предупреждает героев о своем решении и уничтожает рельсы перед вагонеткой, а не саму вагонетку. Идиот. План Айзака заключается в том, чтобы с помощью Ишимуры притянуть правительственный центр, а по совместительству и рельсы от него к той части рельс, которые были отрезаны, чтобы вагонетка с героями успела перескочить с одной стороны на другую. Иначе говоря, вагонетка просто перепрыгнет на другие рельсы. И вы представляете, насколько это нереально? Рельсы на то и рельсы. Там все точно вымерено. Сантиметр туда, сантиметр сюда, и вагонетка просто не войдет. Просто не сядет на другие рельсы. Это вам не с дороги на дорогу на машине перескочить. Это совершенно иное, почти нереальное. Ни хуя не понял. Ну, очень интересно, понимаете? Дальше посмотрим. Сама атмосфера Ишимуры вместе с галлюцинациями Николь выглядит очень пугающе. Так получилось, что грехи по эпизоду на Ишимуре я искал ночью, и мне не очень хотелось это делать. Вообще вся игра пропитана шикарной атмосферой практически в каждой локации. У меня закрадываются мысли сделать противоположный грехам ролик по Dead Space 2. Все плюсы этой игры. Пишите, что думаете об этом в комменты. Ну а пока, минус грех. Объясните мне, каким макаром здесь очутилась свора? Ну это дети-некроморфы. На корабле их точно быть не должно. А если они приперлись сюда аж из школы на станции, то у меня будет парочка вопросов касательно умений телепортироваться у данного вида некроморфов. Странно, что глаз Элли нанизан на отвертку сбоку, ведь втыкал ее строс Элли прямо в зрачок. Да и вообще, глазное яблоко работает не как яблоко. Если его вырвать и проткнуть, то оно просто лопнет. Айзек любезно открыл шлем для строса, чтобы тому было легче выколоть Айзеку глаз. Либо это шлем такой, по которому если легонько стукнуть, то он откроется. В любом случае, сцена бредовая. Все эти галлюцинации, конечно, жуткие, но их воспроизводит Обелиск с целью внушить Айзеку чувство вины за то, что он когда-то уговорил Николь пойти на Ишимуру, тем самым не специально подписав ей смертный приговор. Обелиск пугает Айзека для того, чтобы в конце Айзек прошел четвертый шаг. Принятие. Принял свою вину и открыто заявил бы о ней. Сказал бы, что Николь была всем для него, и он не мог ее отпустить. Так Обелиск втерся бы в доверие к Айзеку и заставил бы его стать с ним единым. К чему я веду? Айзек изначально знал свою вину, ему не нужно было ее внушать. А если он боялся ее признать, то мое мнение таково. Не знаю, насколько разумен Обелиск, но я считаю, что нужно было не запугивать Айзека скримерами, а в первой же галлюцинации, в добром обличии. В обличии, которое вызывает доверие, задать те самые вопросы, которые и были заданы перед четвертым шагом. Кем была Николь для Айзека, чувствует ли он свою вину за ее смерть и так далее. В таком случае, расколоть Айзека было бы легче, чем пугать его окровавленной фигурой. Ведь кто с таким чудовищем захочет контактировать? В принципе, логично. Как мы знаем, Николь является галлюцинацией, воспроизводимой Обелиском. Мы уже видели, что все воздействия галлюцинаций на Айзека – это его же действия. Тогда каким макаром в данной сцене Айзек сам себе умудрился свернуть шею? На протяжении всей игры мы поймем, что Обелиск своим излучением воздействовал на всех психологически. И некоторые неуравновешенные действия персонажей можно оправдать как воздействие Обелиска. Но один персонаж всю игру был в здравом рассудке. Это Элли. Сколько раз мы за ней не наблюдали, сколько часов она не прибыла на станции. Ни разу у нее не было каких-либо психологических давлений от Обелиска. Ни разу. Даже ни малейшего признака. Тогда вопрос. Чем особенно Элли, что Обелиск на нее не воздействовал столько времени? И аргумент, мол, она была далеко от него, я не принимаю. Радиус действия Обелиска огромен. Да и Элли была около правительственного сектора, где как раз таки и спрятан Обелиск. Смотри, у нас тут сценарный пр*****. Мы его сами видим как персонажи. Знаешь, как его оправдать? Да никак! А внутрь кабины залезть не хочешь, не? В смысле ты попробуешь пробиться к ней? Ты спуститься здесь не в состоянии? С такой-то кучей обломков? Спасибо, Айзек, что открыл шлем для игрока и отвернулся, чтобы игрок увидел твои эмоции. Напоминает железного человека, которому в самые роковые моменты приходится сидеть без шлема. Мне очень интересно, как Айзек умудрился отправить штурмовик с сидящей в нем Элли, которая хочет остаться. Ну даже если так, что мешает Элли пришвартовать корабль обратно? Она же вроде пилот этого штурмовика и спокойно может им управлять, как показано в финале. Что это за штурмовики с портами такие, где пилот не имеет никакого контроля над кораблем? Не, ну реально же говно. Грех разрабам за то, что в игре кучу раз нам показали вооруженных противников, которые не являются некроморфами, а по итогу не дали с ними повоевать. В финальных главах это точно выглядело бы круто. Шикарное развитие геймплея с необычным разнообразием противников. В конце главы видно, как у обелиска собралось несколько сотен и даже тысяч некроморфов. Непонятно, как такая орда успела пройти через эти двери, пока Айзек спускался из пункта подачи электропитания. Для тех, кто не знает, суть обелисков это породить множество некроморфов, чтобы потом запустить процесс схождения. Сам процесс подразумевает притягивание всех трупов и некроморфов в одну точку. Для того, чтобы спрессовать их в один большой организм, так называемую Братскую Луну. Это последняя стадия некроморфов. Сами луны могут перемещаться по вселенной с огромной скоростью и имеют колоссальные размеры, сопоставимые со спутниками планет. Отсюда и пошло название. Теперь, поскольку вы знаете предназначение обелисков, из финальной сцены исходят три греха. Первый. Почему схождение началось только когда некроморфы подошли к обелиску чуть ли не вплотную, если действие обелиска распространяется на довольно большое расстояние? А значит, схождение должно было начаться еще несколько часов назад, когда выживших на станции почти не осталось. Второй грех. Почему когда началось схождение, не были притянуты вот эти вот некроморфы? Почему они не участвовали в схождении, если были так близко? И третий грех. Само схождение. Как мы знаем, Братские Луны состоят из огромного количества плоти. Но на станции Титан плоти физически недостаточно. Вся станция имеет население в миллион человек. С учетом тех, кто эвакуировался, тех, кто улетел в космос, на самой станции максимальное количество некроморфов может быть в районе, ну, девяти сотен тысяч. Каждый некроморф это как обычный человек. Значит, вес в районе 80 килограмм. Ну, накинем еще 20 за всякие торчащие и острые штыки. Получается 100. Умножаем на 900 тысяч и делим на тысячу. Получается 90 тысяч тонн. Вес авианосца. Авианосец похож на Луну? Авианосец такой или большой? Хорошо один, он ведь состоит из металла. Но даже если мы умножим все это в три раза, все равно получится маловато. Да, Братские Луны при схождении поглощают какие-то фрагменты планет тоже. Но не полностью планету. Все равно большая часть массы Братской Луны это плоть. Короче, к чему я веду? Мы знаем, каких размеров должны быть Братские Луны. Но одного миллиона человек мало для того, чтобы начался этап схождения. Может, стоит пойти на компромисс в угоду эпичности? Никаких компромиссов. Даже перед лицом Армакеддона. Эта сцена является чуть ли не культовой. Ее знают даже те, кто не играл в Dead Space. Фантастика. Сейчас мы используем труп одного из работников, чтобы открылась дверь, просканирующая его Икс. И вопрос, почему данный труп уже давно не стал некроморфом? Эпидемия началась примерно 8 часов назад. Труп лежит прямо около обелиска. Он уже давным-давно должен был превратиться в некроморфа. Айзеку проткнули плечо, и здоровье резко упало на ноль. Обожаю эти катсцены. Айзек после обезвреживания Тайдмана не перезарядил его дротикомет. Но выстрел все равно был произведен. Мило, конечно, но почему счетчик здоровья на максимуме? А потом и снова на нуле. Че вообще происходит? На кой Элли наворачивает круги на штурмовике, если можно было просто замедлиться и ждать подлета Айзека? Как все мы знаем, друзья, студию Wisserell Games, подарившую нам шикарную вселенную Dead Space, упразднили в 2017 году. Я редко так делаю, но... Press F to pay respect Wisserell. Это для вас. Субтитры создавал DimaTorzok